Почему Microsoft не делает собственный VR-шлем для Xbox One X? Казалось бы, консоль-то очень мощная, и Microsoft уже есть разработки Windows Mixed Reality для ПК. Почему Nintendo вообще даже ничего не упоминает про VR-тему? Единственное, что существует с нинтендовской игрой в VR, это аттракцион где-то в Японии, который вообще никак не связан с существующими консолями Nintendo. И почему, в конце концов, PSVR довольно, казалось бы, интересной и, кстати говоря, удобная разработка от PlayStation для консоли PlayStation 4 не взлетел и, в общем, пользуется довольно слабой популярностью. Сейчас, кстати, его отдают за, по-моему, 16 тысяч со всем комплектом, включая и камеру, которая для него требуется, и игру стартовую, точнее, набор стартовых игр. Почему вот так все получается? При этом, да, VR не такая уже особо популярная штука, но на ПК, на компьютере явно популярнее, явно лучше все с этим. Вот сегодня в очередном видео из рубрики «Мысли» я попробую об этом порассуждать. Если кратко, то причина непопулярности VR, в первую очередь, на консолях, кроется в серьезном ограничении производительности самих консолей. То есть, да, консоли у нас есть, с одной стороны, мощные, ну, тот же Xbox One X, но есть одна проблема — его мощность немасштабируема. И это главное отличие всех игровых консолей от ПК. Ну, про Switch тут вообще говорить не приходится. Switch мало того, что сильно ограничено по производительности, так эта производительность еще очень низкая. И вот смотрите, в чем здесь прикол. Мы знаем, что очень много консольных игр работает на частоте 30 кадров в секунду. В принципе, в некоторых случаях этого даже хватает. Честно скажу, мне Uncharted в 30 FPS играется нормально. Gears of War в 30 FPS играется нормально. Legend of Zelda в 30 FPS играется нормально, кроме тех случаев, когда она просаживается ниже этого значения. Да, есть игры, которые требуют 60 FPS, там шутеры, платформеры, и они тоже есть. Но если взять самые графонистые игры на всех консолях, то, как правило, все-таки вот именно самые-самые графонистые игры, они в основном работают в 30 FPS. И почему здесь получается проблема с VR? Дело в том, что VR требует уже высокую производительность, причем даже не 60 FPS. Как правило, шлемы VR работают на частоте от 90 и выше кадров в секунду. Тот же PSVR, кстати, поддерживает частоты 90-120 Гц. И вот смотрите, какая история получается. То есть, допустим, разработчики делают какую-то игру и пытаются сделать это действительно красивую игру, потрясающую игру, чтобы она выглядела, ну, чтобы вот реально вы посмотрели, и прям вам понравилось, вы захотели купить игру просто из-за картинки. Они делают потрясающую графику, очень крутую, ну, и делают, ладно, 30 FPS, ну, вроде нам хватит. Ну, Человек-паук вот, например, выходил на PlayStation 4, ну, нормально же, крутая игра, действительно круто выглядит. God of War выходил на PlayStation 4, потрясающе. Red Dead Redemption 2 вышел и на PlayStation 4, и на Xbox One. Да вообще великолепно, просто супер смотрится, и не так сильно заметно, что 30 FPS. Это небольшая проблема. Но, если эти все игры попытаться перенести в VR, то нужно достичь частоты кадров как минимум 90. То есть, при самых грубых подсчетах, с такой же картинкой, производительность системы должна быть в три раза выше, чтобы просто нарисовать эту картинку. Причем, на самом деле, в VR нужно рисовать две картинки для каждого глаза, потому что картинка для левого глаза и картинка для правого глаза, они отличаются именно, чтобы создать вот этот стереоэффект. Потому что, на самом деле, когда вы смотрите своими глазами, вы видите как бы немножко разную картинку. Попробуйте закрыть правый глаз, потом закрыть левый глаз, и посмотрите, насколько есть разница. То есть, есть такое небольшое смещение. Вы смотрите на вещи под разным углом. Мозг объединяет эти две картинки, и вы видите как бы трехмерную картинку, хотя на самом деле вы видите две совершенно разных картинки. Ну, не совершенно, но все-таки разных. За создание вот этого эффекта объема отвечает именно наш мозг. И 3D, все вот эти штуки, они пытаются этот мозг обмануть. Но VR, в отличие от технологии 3D, которая была популярна ранее, все-таки еще более требовательна к системе. С 3D уже была такая ситуация. Я помню, я был на презентации игры Resistance 3 для PlayStation 3. Там разработчики рассказывали, что да, мы сделали 3D-версию. Тогда просто Sony требовала от всех 3D. То есть, тогда стало это модно, а Sony, как всегда, нужно продавать телеки. Собственно, и PlayStation 4 Pro, по сути, была сделана, чтобы продавать 4К-телеки Sony. И они сказали всем разработчикам, всем домашним студиям, ребята, нам нужно 3D. Поэтому и MotorStorm вышел в 3D, MotorStorm Апокалипсис, и Uncharted 3 был с поддержкой 3D. И, кстати, это убрали в ремастере для PlayStation 4. И Resistance 3 была в 3D. В общем, практически все эксклюзивы PlayStation, которые выходили после какого-то времени, имели поддержку 3D. И вот разработчики нам рассказывали, журналистам, что когда они изначально демонстрировали выставку, не помню, то ли на E3, то ли где-то это было, то ли на специальной конференции PlayStation, они говорят, вот, были стенды с 3D, и были стенды с обычным 2D на телевизоре. И в основном журналисты бежали смотреть именно 3D, потому что, ну, типа, это же 3D. И они нам говорят, ребята, ну, мы вас умоляем, вы идите лучше посмотрите 2D, потому что там текстуры лучше, там разрешение лучше, там графика лучше, там все лучше. То есть даже тогда уже с 3D были эти проблемы. Многие игры вот эти PlayStation-ские, они в 3D использовали меньше разрешения, а некоторые еще и меньшую частоту кадров. То есть смотрите, какая история. Чтобы игру из обычной игры переделать в VR, нужно повысить частоту кадров, ну, на консолях, обеспечить высокую частоту кадров. На 3D это было необязательно, поэтому многие игры, которые были на консоли изначально, даже в 60 FPS, такие бывали, в 3D работали в 30 FPS. Таким был, например, Wipeout, таким был, например, Mortal Kombat 9, Ridge Racer 7. То есть в этих играх для поддержания такой более-менее приемлемой графики понижали производительность в 3D-режиме, ну, типа, никто не заметит. На самом деле замечали, и это, конечно, смотрелось печально. А в VR нужно сделать еще наоборот. И именно поэтому, смотрите, в чем фишка. Когда вы смотрите на одну и ту же игру в VR и без VR, вы видите совершенно разные вещи. И в первую очередь это касается игровых консолей. Когда я на Игромире 2018 года поиграл в Waze Combat 7 VR, я увидел графику практически уровня PlayStation 2. Когда я в Skyrim VR играл именно в PlayStation VR, я даже разочаровался в Skyrim VR, я думаю, что это за фигня, зачем вы мне это показываете, это мыло, эти огромные пиксели и все такое. Но потом я когда поиграл на ПК с Oculus Rift, то там совершенно другая картинка. То есть там действительно можно получить гораздо более крутую картинку и выше разрешения самого шлема. И проблема в том, что вот этот разрыв невозможно никак сократить. Ну, можно этот разрыв сократить, только ухудшив графику для телевизора. И вот когда вы, обычный игрок, в итоге садитесь играть, вы покупаете себе VR-шлем для консоли и думаете, так, сейчас я поиграю в крутую VR-игрушку. Вы включаете ее и видите графику реально как с PlayStation 2. И большие пиксели, и мыло, и низкая детализация в целом. А потом вы включаете игру на телевизоре и видите там 4К, ну или почти 4К, или хотя бы Full HD, но действительно Full HD с крутой графикой. Вы думаете, а зачем мне тогда этот VR вообще нужен? Многие говорят, ну подождите, PlayStation может выпустить какое-то там обновление, чтобы разрешение стало выше. Не может. Дело даже не в том, что разрешение шлема, оно фиксировано в самом шлеме. В случае PSVR это 1920 на 1080, причем на оба глаза, поэтому для каждого глаза получается 960 на 1080. Дело еще и в том, что это фактически предел производительности для многих игр на вот этой частоте кадров, которая требуется для того, чтобы движения в VR были естественны. И получается, что сделать шлем более высокого разрешения для текущих PlayStation практически невозможно. То есть игры либо все равно будут работать как раньше, с той же самой графикой, с тем же самым разрешением, либо консоль просто их не вытянет. Тут некоторые, может быть, спросят, подожди, Денис, а зачем вообще такая высокая производительность? Почему для 3D даже понижали производительность, и это вроде как было норм, а для VR нужно повышать производительность, да еще и настолько? А все дело в том, что главное отличие VR от 3D в том, что в VR вы погружены как бы в сцену, а в 3D вы все равно наблюдаете эту сцену со стороны, как если бы вы просто смотрели телевизор, просто вы видите объемное изображение. То есть VR это в первую очередь вот это вот отслеживание перемещений головы, когда вы смотрите вправо, и вы видите не стенку, не диван, не вашу там маму, жену, бабушку, а вы видите игру. Но так, как если бы ваш персонаж в игре повернул направо, и за счет этого получается полное погружение. Куда бы вы ни посмотрели в VR, вы видите игру, вы видите, вы ощущаете себя внутри этого мира, который вот в игре существует. Когда вы смотрите 3D, или просто телек смотрите, вы смотрите на это все как бы со стороны. И именно поэтому, чтобы обеспечить вот эти вот плавную перерисовку картинки, когда вы поворачиваете голову, нужна высокая производительность. На обычной картинке на телевизоре довольно частые моменты, когда вообще ничего не двигается. Вы не двигаете геймпад, не нажимаете ни одну кнопку, никто не двигается там на экране, и у вас получается как бы статичная картинка. Но в VR у вас никогда не получится держать голову прям абсолютно ровно. У вас все равно будут какие-то микро вот эти движения, там все равно картинка будет постоянно меняться. И если это будет происходить медленно, это будет реально напрягать. Это просто будет абсолютно некомфортно. VR и так-то не сильно комфортная штука, многих подташнивает. Поэтому нужна высокая частота кадров. Ну хорошо, Денис, а почему тогда на ПК-то совершенно другая история? А дело это все в том, что если у тебя что-то тормозит на ПК, то ты просто апгрейдишь свой ПК. На ПК можно завести завтра совершенно другие шлемы с 4К разрешением, и всем сказать, вы просто можете обновить свой ПК, если вас не тянет ваш ПК. И поэтому какой-нибудь там Skyrim с 7-летней давности на ПК и так-то прекрасно летает. Ну хорошо, давайте еще сделаем VR. Просто нужно будет чуть повыше производительность. Да все нормально, все работает. Уже начиная с GeForce 1060, можно в принципе нормально, комфортно чувствовать себя в VR, а 1070 или особенно 1080, да вообще прекрасно. А на консолях так не получается. То есть есть некий лимит производительности, который и так практически достигнут. Да, постоянно разработчики что-то открывают для себя в архитектуре игровой консоли, приспосабливаются к ней, поэтому со временем все равно выходят более красивые игры, даже в рамках одного поколения консолей, даже без учета апгрейда этих консолей, там типа с обычной PlayStation 4 на PlayStation 4 Pro, или с обычного Xbox на Xbox One X. Даже с учетом этого, да, игры все равно становятся красивее. Но не настолько, чтобы перенести и без того уже крутую, красивую игру, которая и так выжимает все соки из консоли, перенести ее в VR, чтобы обеспечить рисование картинки не в 30 кадров в секунду, а в 90, и не одной картинке, а двух. Тот же, например, чтобы Человек-паук какой-нибудь сделать в VR, нужна производительность в 3 раза выше. Даже у PlayStation 4 Pro производительность не в 3 раза выше, чем базовая PlayStation 4, она там всего в 2,5 где-то. И тут еще меня спросят, ну ладно, Денис, хорошо, мы поняли. Ну ладно, разрешение Full HD на телеке, ну вроде нормальное же, но на телеке мы смотрим Full HD, красиво смотрится. Почему тогда в PSVR такие жуткие пиксели? А все дело в том, что когда вы смотрите на телевизор, вы смотрите его на расстоянии, там, полтора, три метра, кто-то пять метров, ну это, наверное, уже перебор. Ну от размера телевизора тоже зависит. Однако в случае PSVR, ну вообще любого VR-шлема, это как будто вы бы смотрели на огромный телевизор, на расстоянии от него, не знаю, там метр. Ну короче, на очень коротком расстоянии, на очень большой телевизор. Более того, надевая шлем, вы все равно не видите весь экран, вы не видите всего. Вы видите определенную часть на этом экране, определенную область, что-то еще скрыто от вас, и поэтому получается, что даже вот разрешение 1080 по вертикали, вы видите его не полностью. То есть вы видите меньшее разрешение и прямо перед глазами. Поэтому получается, что с одной стороны, да, тот же PSVR, это одна из самых удобных VR-гарнитур, которые в принципе сейчас существуют. И удобных, и доступных, как я уже сказал, сейчас за 15 тысяч можно купить. Но при этом есть куча вот этих проблем, которые не позволяют полноценно наслаждаться этими играми. Ты берешь PSVR, ты играешь в него там неделю-две, а потом ты думаешь, ну блин, ну встал я от этого мыла. Хочется уже нормальную графику на телевизоре. Просто на ПК, как я уже сказал, хотя бы можно достичь минимальной вот этой разницы, как игра выглядит на мониторе и как она выглядит в VR. То есть когда вы перемещаетесь с монитора на VR, вы практически ничего не теряете в графике. Если у вас достаточно мощная видеокарта. На консолях этого невозможно. Перемещаясь с телевизора в VR, вы замечаете, что ваша игра постарела на два поколения консолей. Это может быть не было бы проблемой для каких-нибудь там простых платформеров или там пиксельных каких-то игр. Но в VR это все равно не пиксельные игры. В VR играют во что-то там, в гонки, в авиасимуляторы, в шутеры, во что-то такое, что требует крутой графики. Но в консольном VR это практически невозможно. Поэтому, ну, в первую очередь, для Nintendo Switch вообще не имеет смысла выпускать никакой VR. Какая там будет картинка, я просто представить себе не могу. Как Virtual Boy, наверное. Ну, получше, да. Но даже для Xbox One X это будет довольно стрёмным шагом для Microsoft. То есть это все равно окажется довольно непопулярная вещь, учитывая, что сам Xbox One не так уж сильно популярен. Отсюда вывод. Хотите VR? Покупайте ПК. Не хотите покупать ПК? Не хотите VR. Ну, а с вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok